Продолжение следует... 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 Если вы зонду проводите по надкоснице и там что-то двигается, значит это мышечные волокна. Тогда вам нужно взять ножницы для мягких тканей и аккуратненько это все иссякать. После чего вы трансплантат берете из физиологического раствора. Прижимаете к надкоснице и завязываете узлы, о которых я говорил. Это фиксирующие швы по верхнему краю, это полпроекция сосочков, узловые швы. И дальше можно или горизонтально матрасный шов, который просто прижимает трансплантат к надкоснице. Или з-образный шов. Вот как готовится эта ложа. И как трансплантат фиксируется. Точно таким же образом готовится надкосничная принимающая ложа в области имплантатов. Или после пересадки костных блоков. Главное, чтобы надкосница была неподвижна. Если трансплантат закрывается, тогда лоскут, то есть трансплантат должен быть в любом случае по бокам растянут. Швы рассасывающиеся там 7,0. Толщина, видите, 7,0. И он фиксируется только в области сосочков. В этом клиническом случае мы делали пересадку свободного десневого для эпидемизированного трансплантата не для закрытия рецепсии, а для создания зоны прикрепленной гератонизированной ткани. А если, то есть здесь можно было панельно или этим же трансплантатом попытаться закрыть рецепсию. Но в самом начале, когда говорили о показаниях, я сказал, что использовать СДТ или ДСДТ для закрытия рецепсии не очень-то и, так скажем, эффективно. Для этого есть более эффективные методики. Задача вот этой первой части была показать, как можно взять трансплантат для использования при панельной методике, которая вот будет после обеда, и для коронального смещения при двуслойных методиках. Вы свободный десневой трансплантат используете? Методика имеет право быть. Но сегодня, сегодня не нужно в области нижней челюсти, в переднем отделе, закрывать рецепсии десны методом пересадки свободного десневого трансплантата, который вы делаете. Это уже, так скажем, но сопряжено с определенными статистическими нарушениями. Есть другие методики, которые я вам покажу после обеда, именно тоннельными, которые максимально естественно становятся. То есть, давайте о осложнениях, какие возможны осложнения. Осложнение – это повреждение большой нёбной артерии при получении трансплантата. Чтобы избежать этого осложнения, в самом начале я и говорил, правильная диагностика. Если это случилось, то это повторная анестезия, это повторные швы. Перфорация лоскута. Если эта перфорация минимальная, тогда продолжайте отклаивание лоскута и работу. Если перфорация выраженная, тогда попытайтесь его края сблизить. Кровоточивость в послеоперационном периоде может быть следствием того, что пациент не соблюдает рекомендации. Танцы, спорт, сауна, баня, горячая пища и тому подобное. Поэтому здесь нужно о всех осложнениях пациента предупредить. Инфицирование раны, расхождение швов – это всё причиной этому является или неадекватное выполнение манипуляций или нарушение рекомендации пациента. Другого не может быть. Некроз лоскута и трансплантата. Вначале мы говорили, из-за чего может быть некроз лоскута и трансплантат. Это неадекватная обработка корневой поверхности корня. Это чрезмерное сжатие трансплантата во время его получения. Это грубая работа при его фиксации. Это его пересушивание. Это длительное время, которое вы потратили на его забор. Свободный лисневой трансплантат. Это будет забором не более 3-5 минут. 3-5 минут. Рубцевань, если вы получаете некроз трансплантата, обязательно нужно эти некротизированные участки удалять. Назначать антибактериальный препарат. Какие рекомендации мы даём пациенту в послеоперационном периоде? Первое. Никаких мазей, гелей, кремов на раневую поверхность. Никаких. На нёбе вы можете наносить салкосерил, начиная с седьмых суток после снятия швов. Но куда вы посадили трансплантат, ни в коем случае, никаких мазей. Это запрещено. Категорически. Человек должен исключить занятия спортом, сауну, баню 2 недели. 3-5 дней. Не должно быть активных движений или мимики. То есть мы ему рекомендуем минимум мимики, минимум речи, чтобы эти рекомендации соблюдал. Не травмируем раневую поверхность ни пальцами, ни языками, ни другими предметами. Еда мягкая, протёртая, не горячая. Взяли полость рта, проглотили. Обезболивающие препараты пьём по мере необходимости. Раствор для полоскания в виде ротовых ванночек, начиная с 3-4 суток. Прекращаем полоскание, если начинается кровотечение. Через 7 дней снимаем швы на нёбе, через 14 дней на нижних зубах. Вот, и самое главное, это холодовой компресс в первые сутки, только в первые сутки. Об этом пациенту надо говорить обязательно. Первые сутки, ближайшие 3-4 часа по 20 минут, 20 минут на метровал. На этом первая часть наша с вами завершена. Поэтому сейчас, надеюсь, пахнет уже, будет обед, будет обед. Продолжение следует...